Здравствуйте, мы были на Хакатоне по редким болезням и тогда нам казалось, что наш проект, он должен быть посвящен решению проблемы, которая касается того, что чиновники и люди с ограниченными возможностями или родственники этих людей, они не понимают друг друга. Потому что люди часто обращаются с неправильными запросами, а чиновники не понимают, как взаимодействовать с людьми, потому что они уже гиперинформированные люди. То есть приведу простой пример, что инструкция и порядок действий при оформлении обычной коляски и обращение к каким-то другим чиновникам для получения электроколяски – это разные случаи. Обычно, как правило, люди об этом не знают. И, собственно, мы затеяли проект изначально как оффлайн-инструкции и онлайн-инструкции. Но в этот раз мы пришли на Хакатон именно для того, чтобы создать сервис для людей, которые по каким-то причинам не могут читать или обращаться к текстам, которые написаны. Соответственно, мы решили, что это будет онлайн-консьерж-сервис для людей с ограниченными возможностями. Этот проект должен быть максимально простым, потому что людьми, которые будут в роли кураторов, должны выступать и быть трудоустроены люди с инвалидностью. И, соответственно, этот сервис должен быть максимально простым с двух сторон. Как для человека, который нажимает на кнопку и хочет обратиться, так и для человека, который будет ему помогать. Сейчас мы попробуем вам это продемонстрировать. Для нашего сайта мы решили использовать технологию контакт-центра, чтобы люди могли еще помогать заполнять какие-то заявки, какие-то документы, обмениваться и видео, и фотофайлами. И нам все время спрашивали, почему есть же скайп, зачем вы хотите делать такую технологию. Но дело в том, что мы хотим все-таки сделать историю, которая была бы больше похожа на колл-центр, и большое количество пользователей могли бы обратиться на этот сайт и одновременно получать помощь. Потому что в России проживает 13 миллионов людей с инвалидностью, и мы уверены, что на этот сайт будет обращаться много людей. Давайте попробуем провести тест. Ссылка нет, она, наверное, отдельная. Нет, ссылка в провести. Собственно, на Хакатоне мы и сделали эту ссылку, и нашли эту технологию, чтобы оформить это как кнопку. Нать, это не наша. Нет, еще что-то? Помощь, Настя. Наверное, последняя. Написано помощь. Вот, собственно, мы разработали такой прототип сайта. И давайте попробуем. Как получить необходимую информацию? Это инструкция для людей, которые сами могут прочитать. Давай. Давайте мы попросим Григория нам позвонить. Вот он стоит там со смартфоном. Да, где-то заблудился в инструкциях, он нам звонит. Ну, сейчас они звонят друг к другу. Что с вами случилось? Вы хотели бы узнать, какие сейчас лекарства есть? Секундочку, сейчас посмотрим. Лекарства для протенциализма. Минута. Извините, отца, это все разработчики. Пожалуйста, вот нас печень, лекарственная вода. Ну, собственно... Протенциализм вам подходит... Да. Вот, пожалуйста, громогрептин, леводопарк, 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 леводопарк. Как вы понимаете, это делают два человека, которые впервые с этим знакомятся. То есть этот ресурс, он позволяет использовать еще и другую информацию с других ресурсов. Кроме того, у нас есть уникально разработанные вот эти вот листовки. Листовки, да, как пошаговые инструкции, которыми люди тоже могут пользоваться, и где дан перечень документов, который им нужен. И также приведены решения нестандартных ситуаций, если лекарство в это перечень не входит. Мало кто знает, что, в принципе, любое зарегистрированное на территории Российской Федерации человек имеет право получить. Вот, и вот эта инструкция, она как бы о том, как получить эти лекарства. Вот, да, извините, ну, много мы не успели показать, но, надеюсь, самое главное отразили. А откуда вы будете узнавать информацию, кто вас будет консультировать? Потому что все это очень сложные вопросы про перечень препаратов и их юридическую... Ну, кто будет вас консультировать по правильности? Ну, дело в том, что, поскольку у меня в семье два инвалида, да, и мы не случайно взяли вопрос по паркинсонизму и по лекарствам, я, как человек на своем опыте это прошедшее, я, в принципе, сама могу быть консультантом. И мы поэтому с самого начала сказали, что по разным проблемам мы хотим привлечь людей с ограниченными возможностями в качестве кураторов, которые лучше нас знают эти проблемы. То есть, потому что мы уверены, что человек с ДЦП лучше других может проконсультировать человека, который столкнулся с этой проблемой впервые, да. То есть, поэтому здесь мы хотим создавать именно рабочие места для людей, хорошо знающих эти проблемы. У меня такой вопрос. Откуда вы планируете платить зарплату и как вы планируете привлекать консультантам к этому сайту? Ну, дело в том, что я чуть-чуть забегу вперед, но 12 числа я пойду на встречу уже с потенциальными спонсорами. Это крупные компании, которые занимаются корпоративно-социальной отчетностью, в том числе и фармацевтический рынок, и просто, которые поддерживают такие проекты. И я буду просить их о том, чтобы они выступили в поддержку такого проекта, потому что я сказала, что у нас еще офлайн-проект, то есть мы планируем в поликлиниках, в комиссиях, которые занимаются в ТЭК, вешать такие плакаты формата А3, А2, и они будут подразумевать какие-то еще рекламные возможности, что позволит нам, людям, платить зарплату. Очень важный вопрос. Знаете ли вы, что такое ВЦАГ-2.0? Нет.